МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ни одна батарея. Конец коридора. Одна батарея. Второй этаж, лестничная площадка. Нет ни одной батареи. Сам вход в общежитие. Здесь тоже нет ни одной батареи. Вот ничего не осталось. Нет батареи. А это еще один дом. По Волгоградской. Под номером 24. Все в том же славном городе Камышино. Практически брат-близнец. Раньше когда-то была здесь батарея, но уже ее 100 лет нет в обед. Вот такие у нас условия. Это был мужской туалет. Вот теперь по коридорам. Вот теперь коридор. Значит, все равно в батарее нужно людей. Вот они у нас такие длинные-длинные-длинные коридоры. Вот она у нас на один коридор, одна батарея. Вот. Считать батареи в местах общего пользования жители двух домов начали примерно в одно и то же время. Когда обнаружили в квитанциях за отопление сумму на 50% больше при том же тарифе. Еще в декабре 2017-го три комнаты в 19-м доме Полеонова общей площадью 60 квадратов собственнику обходились в 4,5 тысячи рублей. А в отопительный сезон 2018-го счет за тепло пришел почти на 7 тысяч. Общедомового прибора учета в доме нет. Платят по нормативу. Ошибка, подумали жители. Ну нет, гласил ответ администрации Камышина. В связи с выявленным расхождением площадей при определении размера платы за отопление ОАО «Камышин Теплоэнерго» в адрес ООО «Расчетный центр Камышинский» было направлено письмо от 15 марта 2018 года с просьбой отражать в платежных документах площадь жилых помещений 628,1 м2 и вспомогательную площадь для жилой части 278,6 м2. Всего отапливаемая площадь должна составлять 906,7. По результатам проведенных проверочных мероприятий, нарушений требований жилищного законодательства в отношении ОАО «Камышин Теплоэнерго» в части применения площадей при определении размера платы за отопление не усматривается. Так, вот наш туалет. Это женский. Вот. Вот в таких условиях мы проживаем. Вот. Здесь нет у нас ни одной батареи отопительной. Вот мы проходим. Вот наши раковины. Две раковины. Одна из них только рабочая. Нас только людей. Вот наша душевая. Батареи есть, но ни одна не топит. У нас здесь холодище, как говорится, как зимой. Холодные или горячие батареи в местах общего пользования ресурсникам в принципе все равно. Прибора учета нет? Платите по нормативу. Причем за всю площадь. И тут возникает вопрос. А почему в доме нет общедомового прибора учета тепловой энергии? И почему этот вопрос не возник у администрации Камышина, комитета ЖКХ и госжилнадзора, в которые жители тоже обращались с этим вопросом? Ведь согласно федеральному закону, срок установки общедомовых приборов учета теплоэнергии истек еще в 2012 году. Если бы в этом многоквартирном доме был прибор учета общедомовой, то платили гораздо меньше. Именно поэтому в свое время Российская Федерация в лице государственных органов издала соответствующие нормативные документы, по которым даже установила срок несколько лет назад, что надо установить эти приборы учета. Это была обязанность органов местного управления и управляющей компанией. На мой взгляд, именно этим должны заняться сейчас органы местного управления и управляющая компания. Потому что те фактически бараки, в которых живут люди в 21 веке, это позор для нашего государства и для того органа местного управления, где этот барак находится. 20 рублей 77 копеек за квадратный метр. Это тариф, установленный управляющей компанией для 24-го дома по улице Волгоградской. В Камышине на содержание жилья. А это душевая, а это вот условия красивые. Вообще, это вот все. Тут вот пришлось подбить, чтобы потолок не падал. Сейчас дойдем до кухни, покажем вам нашу общую кухню, где день, где мы все с вами чиним. За свой счет платим за содержание жилья, а делать нам ничего не хотят. Здесь и говорить нечего. Здесь просто уже, как говорится, зашкаливает нормы, пределы всего. Тетя Лена, говорите. И тетя Лена, и все остальные жильцы 24-го дома по Волгоградской с трудом подбирают слова, описывая условия проживания и размер платы за эти коммунальные мучения. Холодные коридоры, прогнившие деревянные полы и 5,5 в месяц за комнату в 26 квадратов. А жители 19-го дома по Леонова и вовсе потеряли дар речи, прочитав объявление на подъезде следующего содержания. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» дом будет расселен не позднее 1 сентября 2025 года. Их должны были расселить до 2020-го. В 2016-м в ходе проведения экспертизы технического состояния дома было установлено, что здание в сложившихся условиях эксплуатации представляет угрозу здоровью и жизни людей. Деформация частей имеют необратимый характер. Заключение. Дом 19 по улице Леонова находится в аварийном состоянии. Однако по какой-то причине кто-то решил, что и дом еще постоит, и жители потерпят. Ольга Терентьева и Городковский телеканал «Волгоград-1».